Получается, что второй указ не отменял первый, а только объяснял его и расшифровывал. И раскрыть это всем народам означает раскрытие света хохма для иудеев, который светит сейчас для того, чтобы иудеи могли выбрать Хасадим по своей доброй воле, а не потому, что у них нет никакой возможности идти другим путем. Потому написано во втором указе, чтобы готовы были иудеи в этот день отомстить врагам своим. То есть хохма сейчас владствует для того, чтобы они показали, что предпочитают ей Хасадим. И это называется отомстить врагам своим, ведь враги как раз желают получить свет хохма, а иудеи отталкивают этот свет. Отсюда становится понятным, почему спрашивал царь, кто это и где он, осмелившийся на такое. И как он мог спрашивать, если сам сказал Аману, серебро это отдано тебе, а также народ, чтобы ты поступил с ним как тебе угодно. Но раскрытие хохма происходит лишь для того, чтобы поступить с этим народом как тебе угодно. То есть создать возможность выбора, что и означает поступить с ним как тебе угодно. Если же нет раскрытия света хохма, то нет места выбору. И когда они берут Хасадим, то кажется, будто это по безвыходности, за неимением ничего другого. И все это приходит благодаря силе царского указа, который повелевает сейчас свету хохма раскрыться. А смысл был в том, чтобы левая линия служила правой. Ведь тогда всем будет видно, что правая важнее левой. И из-за этого они выбирают Хасадим. И в этом суть названия. Мегилат эстер. Которая кажется взаимоотрицающим противоречием. Ведь мегила означает раскрытие. Мегали, а эстер означает, что есть вскрытие. Эстер. Дело в том, что все раскрытие происходит лишь для того, чтобы дать возможность выбрать вскрытие. И теперь пойми, почему, сказали мудрецы, обязан человек опьянеть в Пурим до такой степени, чтобы не отличить проклятого Амана от благословенного Мардыхая. Дело в том, что события с Мардыхаем и эстер происходили до строительства второго храма. Строительство храма означает притягивание света хохма. Амалхут называется храмом. И потому Мордыхай посылает эстер, чтобы пошла к царю. Просить за свой народ. А она отвечает. И смысл тут в запрете притягивать свет гар. А тот, кто все же притянет свет гар, три сферот, каждый из которых состоит из десяти, что в итоге получается три царь, присуждается к смерти. Потому что левая линия приводит к отрыву от подлинной жизни. Только тот, кому протянет царь свой золотой скипетр, может остаться в живых. Ведь золото означает свойства хохма и гар. Это значит, что только благодаря пробуждению свыше можно остаться в живых, то есть в слиянии с Творцом, означающим жизнь, но не силой пробуждения самого человека снизу. И хотя эстер царица, то есть Малхут, который необходима хохма, но это возможно лишь при пробуждении высшего. Если же она сама притянет свет хохма, то потеряет все свое положение. И на это ответил ей Мардыхай. Если спасение и избавление придут к иудеям из иного места, то есть совершенно отменят они левую линию и останутся с одной правой, со светом хосади, то ты и дом отца твоего погибнете, на что намекает зор. От отца основа в дочери, а потому нуждается она в свете хохма. Значит, необходимо, чтобы пища преобладала над питьем. Но если не останется у иудеев выхода и будут вынуждены отменить левую линию, то аннулируется вся ее суть. И об этом сказала эстер. Если уж погибать мне, то погибну. То есть, если пойду к царю, то пропаду. Ведь могут отдалиться от Творца, потому что такое возбуждение снизу отрывает человека от источника жизни. А если не пойду, то спасение и избавление придут к иудеям из иного места. То есть, другим образом, когда они отменят левую линию совсем, как сказал ей Мардыхай. Поэтому приняла она путь Мардыхая и пригласила Амана на пир. То есть, притянула левую линию, как наказал ей Мардыхай. А затем включила левую линию в правую. И таким образом, возможно раскрыть свет внизу и одновременно остаться в слиянии с Творцом. И в этом тайна Мегелат Эстер. То есть, хотя и есть уже раскрытие света хохма, она все равно выбирает существующее там вскрытие, поскольку Эстер означает вскрытие. Эстер. А смысл опьянения до того, чтобы не различить, объясняется в Талмуде. Эсеросфирот, часть 15. Ведь хотя и светит хохма, но невозможно ее получить без света хасадим. Потому что это ведет к удалению от Творца. Но произошло чудо, когда благодаря своим постам и молитвам притянули они свет хасадим. И таким образом смогли получить свет хохма. Однако такое состояние невозможно до Гмартикун, поскольку это свойство относится к окончательному исправлению к Гмартикун. И только тогда уже будет исправлено. Как написано в Зоре, в будущем ангел смерти превратится в святого ангела, когда исчезнет различие между Аманом и Мордехаем. И даже Аман исправится. И в этом смысл сказанного. Обязан человек опьянеть в Пурим до такой степени, чтобы не отличить проклятого Амана от благословенного Мордехая. И нужно добавить, почему сказано, что повесили их Битана и Тереша на дереве. Для того, чтобы поняли, что это тоже самое прегрешение на древе познания, где тоже поврежден гар. И сказано, что сидел Мордехай в царских воротах, чтобы показать, что сидел он, а не стоял. Потому что положение сидя означает ваг, а состояние в полный роз, стояние, означает гар. Редактор субтитров, а не стоял. Держи. Продолжение следует... Продолжение следует...